Инвентор позволяет выполнять расчет каркасных конструкций на прочность. Откроем ранее созданную сборку вставка профиля. Немного упростим эту сборку. Удалим изогнутый швеллер. Находим его в браузере, нажимаем правой кнопкой мыши. Выбираем «Удалить» с помощью генератора RAM. Теперь переходим на вкладку «Проектирование». На панели «Профиль» выберем «Профиль анализ». На ленте появляется вкладка «Анализ RAM». Создадим новое моделирование. При создании моделирования сборка разбилась на шарнирную конструкцию. Анализ выполняется с учетом механических свойств балок. На панели «Балки» откроем свойства. В этом окне отображаются геометрические, а также механические свойства каждой балки. Закроем данное окно. Там же на панели «Балки» откроем материал. Здесь отображается материал балки, а также свойства для данного материала. Если поставить галочку «Адаптация», можно назначать другой материал для балок. Сила тяжести по умолчанию направлена по оси Y. В браузере раскроем папку нагрузки. Нажмем правой кнопкой мыши на силах тяжести. Нажмем «Редактировать». Выберем направление по оси Z. Направление силы тяжести изменилось. Далее на панели «Зависимости» выберем опору. Выберем точки для расположения опор. Поставим конструкцию на четыре опоры. На панели нагрузки выберем «Сила». Выбираем линию для размещения силы. С помощью перетаскивания можно выбирать расположение силы. Введем точное значение смещения 400 мм. В браузере нажмем «Редактировать силу». Введем ее в величину 1000 ньютон. Также можно задавать угол поворота силы. Нажимаем «Ок». Там же на панели нагрузки выберем «Распределенная нагрузка». Выбираем балку для расположения нагрузки. Оставим величину 10 ньютон на миллиметр. В браузере также выберем «Редактировать силу». Здесь также можно назначать величину и угол поворота нагрузки. Выберем «Момент». Выберем балку для расположения момента. С помощью перетаскивания можно выбирать точку для приложения момента. Также выбирать плоскость и направление момента. Принимаем. На вкладке «Расчет» нажмем «Моделировать». Результат анализа отображается путем окрашивания конструкции различными цветами. Каждому цвету соответствует определенное значение результата. В данном случае красным цветом указано максимальное смещение, синим – минимальное смещение. Отредактируем первую силу. Введем ее величину – 15000 ньютон. Еще раз выполним моделирование. В браузере в папке «Результаты» отображаются различные значения расчетов. Силы, моменты, номинальные напряжения и другие результаты. Двойным щелчком мыши можно выбирать отображение каждого результата. Вернемся к отображению смещения. На вкладке «Результаты» выберем «Анимация». Здесь можно просматривать анимацию нагружения. Здесь же выберем диаграмму. С помощью этой функции можно просматривать эпюру сил и моментов в различных плоскостях. Добавим отображение эпюру силы Fx. Затем силы Fz. А также момента MX. Закроем данное окно. Диаграммы отображаются в соответствующей папке в браузере. С помощью функции «Датчик» можно просматривать результат расчета для любой точки конструкции. Проставим точку на крайней балке. Выберем значение смещения 300. Видим результат расчета в этой точке. На панели отображения выберем максимальное значение. Можем увидеть точку с максимальным значением. Также выберем минимальное значение. Можно убрать метки датчика. С помощью корректировки смещения можно наглядно отображать величину смещения. На панели публикация можно экспортировать данную конструкцию в программу Autodesk Robot Structural Analyze. Для дальнейшего анализа. Здесь же на панели публикации выберем отчет. Изменим размер изображения на 800 на 600. Нажимаем ОК. Создается отчет, который выводится в HTML файле. В отчете указываются все исходные данные. А также все результаты анализа. Закроем данный отчет. Закроем данный отчет. Для завершения анализа нажмем Завершить анализ. Сохраним сборку. И закроем ее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok